Продолжение следует... Комбинация из вышеуказанных методов и симптоматическая терапия, как правило, для инкурабельных пациентов. Существует ряд преимуществ к реводеструкции, сегодня об этом неоднократно говорилось. Это быстрая реабилитация пациентов, отсутствие интероперационной кровопотери, органосохранная операция. Эта методика улучшает качество жизни, снижает болевой синдром, сохраняет речевую функцию. Питание пациентов осуществляется через рот, сразу же после оперативного вмешательства. И возможны повторные хирургические вмешательства. И, конечно же, экономическая составляющая методики. Критериями включения пациентов в наши исследования были морфологическая верификация, плоскоклеточный рак, распространенность первичной опухоли с Т1 по Т4 и с Н0 по Н2, локализация первичной опухоли по осерта, отказ пациента от стандартного хирургического лечения и неизиктабельная опухоль. Всем пациентам, вошедшим в исследование, первым этапом была проведена неодивантная химиотерапия в объеме двух курсов полихимиотерапии по схеме ПФ с последующей оценкой эффекта. Далее им была выполнена пункционная криодеструкция с последующей химиолучевой терапией. На сегодняшний день мы применили пункционную криодеструкцию у 30 пациентов. Распространенность первичной опухоли оценивалась при помощи МРТ мягких тканей шеи с нотовиенным контрастированием и УЗИ мягких тканей шеи. На данном слайде представлена основная локализация первичной опухоли у пациентов, вошедших в исследование. Это рак полости рта. По данным физикального осмотра и МРТ мягких тканей шеи планировалась глубина проникновения криозондов, количество криозондов, время экспозиции и количество циклов. Введение криозондов в глубину опухоли контролировалось визуально, пальпаторно и с помощью ультразвукового аппарата. И на слайде представлено начало процедуры криодеструкции, опухоли языка. На данном слайде представлено начало процедуры криоабляции, опухоли языка и опухоли ретромолярной области. Температура в центре ледяного шара контролировалась при помощи термопар и выводилась на экран. Мы выполняем, как правило, три цикла криоабляции с пассивным оттаиванием после каждого цикла. И на слайде представлено завершение операции, оттаивание зоны оледенения после функционной криодеструкции. Пункционная криодеструкция подвергались не только пациенты с опухоли языка, но и с другими локализациями полости рта. Что представлено на слайде. Это пациент с опухолю слизистой щеки, с метастазами в лимфоузлы шеи. Пациентка отказалась от стандартного хирургического лечения ввиду его травматичности. И была предложена операция в объеме функционной криодеструкции и лимфоденектомии на стороне поражения. На слайде представлен шейный этап, это расширенная шейная лимфоденектомия справа и введение криозондов в опухоль правой щеки. Это же пациентка после пункционной криодеструкции, после лимфоденектомии. Отек мягких тканей шеи в зоне криодеструкции является закономерным процессом. На вторые сутки после пункционной криодеструкции отек достигает своего максимума и постепенно снижается к пятым суткам. После процедуры пункционной криодеструкции формируется некроз. И на данном слайде представлен некроз на шестые сутки. Мы выполняем на 14-е сутки некроз на шестые сутки. И представлен вид послеоперационной раны после некроз на 14-е сутки. Что касается отдаленных результатов. В нашей практике есть ряд пациентов с полным ответом на проводимое лечение. Функциональный дефицит был минимальным. Пациенты находятся на динамическом наблюдении. Ведут активный образ жизни. Работают. Главные принципы пункционной криодеструкции. Это планирование. Результаты обследования. Построение модели. Точность навигации. Сопоставление криосфер. Направление криозондов. Адекватное криовоздействие. Это количество циклов. Температурные режимы. И количество криозондов. И пассивное оттаивание. Об этом тоже сегодня неоднократно говорилось. Выживаемость за 12-месячный период составила 10 месяцев. У данной когорты пациентов. И данные показывают, что к 12-месяцам общая выживаемость составила 63%. Среднее время до рецидива за 12-месячный период составило 10 месяцев. Рецидивы за этот период встречались в 26% случаев. Это 8 рецидивов. Местный рецидив был у 5 пациентов. Прогрессирование заболевания по лимфоузлам было у 3 пациентов. Хотел бы закончить свою презентацию нашими наблюдениями. Необходимо тщательный отбор пациентов для выполнения пункционной криодеструкции. Критериями отбора являются размер и локализация опухоли, соматический статус пациента и отказ от стандартного хирургического лечения. В случае отказа пациента от травматичной операции по стандартной схеме можно предложить пациенту органосохранную операцию в объеме функционной криодеструкции с последующей химиолучевой терапией. Необходимо проведение тщательных диагностических мероприятий на дооперационном этапе с целью планирования алгоритма операции. Число криозондов, их диаметр, глубину проникновения, длительность экспозиции и продолжительность оттаивания и число циклов. Рекомендовано применять пункционную криодеструкцию опухоли полости рта в комбинации с химиолучевой терапией, что повышает эффективность данной методики и улучшает показатели общей безэсцитивной выживаемости. Спасибо за внимание.